Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Начинаем вязание пледика лабиринт. Сегодня у нас первая часть, первый элемент. Берем табличку с указанием количества провязанных элементов. Итак, я набираю 15 петель и 13 элементов по 16 рядов у меня будет провязано. Сейчас мы распределяем количество этих элементов на каждый цвет. Начинаю сначала. Первый элемент, 16 рядов я провязываю белым. Второй элемент я провязываю красным. Три элемента белым, это 48 рядов. 16, 16, 16. Элемент красный, элемент белый. Дальше вводим третий цвет. Зеленый, 1, 16, 16 красным, 16 белым, 16 зеленым. Три элемента провязываем белым. 48 рядов. После этого 1 элемент зеленый и 1 элемент белый. Распределили. Распределили. Можно подкрасить. Белый остается белым, 16 красным, 16 красным, 16 зеленым, 16 зеленым. Все остальное закрашиваем белым цветом. Итак, видим распределение цветов. По рядам и по цветам идем провязывать первую часть. Первый блок. 15 петель набираю и все блоки, все что буду вязать, будет занимать у меня 15 петель. Делаю набор косичкой, потому что косичкой начинаю, косичкой закрываю. Можно любым удобным способом. Можете оставлять открытые петли. Учтите, что потом вам придется просто по краю обработать все изделие. У вас по всему краю будут открытые петли. Но если вы планируете, так и оставляйте. Потом обработайте. Я не буду делать никакую обработку дополнительную, поэтому оставляю косичку по краю. Еще раз, если вы будете обрабатывать крючком, планочками, оставляйте открытые петли, чтобы потом было удобнее работать с краями пледа. Счетчик на нулик, если вы будете пользоваться счетчиком. И провязываю первый блок, 16 рядов белый. Провязали. Сильную оттяжку не делайте. У нас очень узкое полотно. Если вы его вытянете, у вас будет сосиска, которую вы потом просто не сможете присборить до нужного размера. Второй блок, 16 рядов красным. Белый. Отрезаю. Лучше узелки, чем длиннющие протяжки. Если вы считаете, что протяжки предпочтительнее, оставляйте цвета. Оставляйте висеть протяжки. Я отрезаю. Мне проще убрать хвостики. 16 рядов. Счетчик обнулить. Я, поскольку часто надо менять цвет, не ставлю нить в нитеводитель. Нитевод, простите, в нитеводитель и все. И держу его рукой. Если вам это неудобно, меняйте нить, как вы привыкли. 16 рядов. 17 рядов. Постепишем. Сметаем. 12 края. Ethiная посередания. три по 16 то есть 48 рядов три раза по 16 я провязываю длинную белую полосу 48 рядов 48 провязали 16 рядов красный провязали 16 рядов белым ничего сложного 16 белым красным закончили переходим ко второму цвету 3 зеленым 16 рядов 48 3 по 16 белым длинная белая полоса 48 рядов провязали 16 рядов один блок зеленый завершающий тринадцатый блок 16 рядов белым все наш блок закончен как начинала набор петель косичкой точно так косичкой закрываю еще раз говорю потому что я не буду делать какую-то обработку по краям если вы планируете обработку оставляйте открытые петли либо какой-то свой другой способ начало и окончание полотна не затягивайте петли при закрытии все мы связали задача завязать узелки если не хотите потом в процессе сшивания сшивания будет много если не хотите потом заниматься убиранием огромного количества хвостиков можете хвостики убрать сейчас потому что деталь быстро времени на нее дают достаточно много потом когда мы будем все эти хвостики сшивать между собой так даже и петли убирать ну смотрите кому как удобно можете подпарить полученную конструкцию можете отпарить потом все вместе детали можете вообще не отпаривать если вы не хотите ее деформировать как как хотите вот такая вот конструкция еще раз смотрим что у нас получается оставляем ну вот то что у нас получилось начали 16 рядов белым 16 рядов красным 3 по 16 то есть 48 рядов белым 16 рядов красным 16 белым 16 зеленым 3 по 16 то есть 48 рядов белым зеленым блок и блок белым Начали косичкой, закончили косичкой, более-менее у нас одинаковые края с двух сторон. Этот блок у меня имеет номер 1. Присваиваю номер 1 и прикрепляю к нему бумажку. Это не есть местоположение блока в пледике, это просто его номер. Соединять мы будем совсем в другом порядке. То есть я вам даю хаотичные номера. Следующий блок будет второй, но он не будет вторым по порядку при соединении, он будет просто вторым блоком. И таким образом мы с вами провяжем нужное количество блоков. И завершающим уроком мы с вами получим схему соединения и соединим наш замечательный плед. Итак, до встречи в следующей части. И так, до встречи в следующей части по вязанию пледика лабиринт. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не потерять видео, потому что если вы пропустите какую-то часть, вы не сможете собрать плед. Поделитесь этой записью, пусть эти пледики будут как можно большего количества людей, потому что вяжется просто, выглядит очень эффектно. Замечательный подарок и идеальное решение для вашего дома. Нажмите нравится, поделитесь, подпишитесь на канал, чтобы не потерять. И жду вас в следующей части по вязанию пледика лабиринт.